Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 19 апреля. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодняшнюю торговую сессию, завершающуюся текущей неделе, с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня. На самом деле, сегодня в экономическом календаре, если мы с вами заглянем, каких-либо важных событий сегодня нет. Заседание Еврогруппы в 10 часов в речи о замглавы банка Англии Рамсдена в 14.15 по времени GMT. И классические новости по числу активных боровых установок от Baker Hughes. А чего-то более интересного сегодня, к сожалению, на финансовых рынках мы с вами не увидим. Интересные события произошли на финансовом рынке вчера. Какие именно? Представители ФРС, голосующие члены, такие как Бостик и Кашкари, вчера выставили своими заявлениями о том, что на 2024 год ФРС с высокой долей вероятностью процентную ставку понижать не будет. То есть понижение процентной ставки ожидается только в 2025 году. Ранее те же самые представители Бостик заявляли о том, что ФРС в текущем году понизит процентную ставку только один раз. Сейчас мнение поменялось, поэтому по индексу доллара мы с вами сейчас находимся в достаточно интересной ситуации, потому что у нас с вами появляются среднестрочные перспективы дальнейшего роста. Наша с вами текущая цель остается также на уровне 107 долларов, 107 пунктов. На текущем момент времени цена торгуется на отметке под 106-105.90. Интересен этот уровень тем, что если отметка 107 будет преодолена, то на графике для трейдеров, которые торгуют по техническому анализу, создастся очень интересная картина, потому что отметки 107 впреди каких-либо существенных уровней мы с вами не видим, поэтому цена может перейти в достаточно сильный глобально восходящий тренд уже в самом скором времени, достичь отметки 107-108 и даже выше. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с вами происходит по валютной паре евро-доллар. Евро-доллар на текущем момент времени котируется под отметкой 107, текущее значение 106.40. Открытие торговой сессии сегодня было достаточно интересно. Цена очень резко провалилась на отметку 106. Сейчас идет восстановительная динамика, но глобально мы с вами продолжаем ожидать, что валютная пара евро-доллар уйдет ниже отметки 1.06 с дальнейшими целями 1.05. Текущий сантимент по валютной паре евро-долларов составляет 70% участников рынка сейчас находятся в покупках, 30% сейчас всего 30% находятся в продажах. Дополнительный сигнал к тому, что евро-доллар может нарастить свою нисходящую динамику, преодолеть свой уровень 1.06 и уйти еще ниже к отметке 1.05. То же самое можно сказать и по валютной паре британский фунт к американскому доллару. Цена, как мы с вами вчера обсуждали, с 12 апреля продолжала торговаться в таком достаточно узком коридоре. Сегодня на открытии торговой сессии мы увидели возможность для входа в пробой. Цена, как правило, перед тем, как пробить уровень, находится в такой консолидации. Для трейдеров внутри дня здесь появляются отличные возможности для входа в рынок на продажу с небольшим стоп-лоссом и потенциально высоким тег-профитом. Сейчас цена вернулась в этот коридор, но глобально мы с вами продолжаем ожидать, что цена будет его преодолевать, уходить вниз на отметку ниже 1.24 с целями 1.23. Доллар, канадский доллар. Здесь аналогичная ситуация, цена находится в коррекции, но пока мы здесь позиции с вами новых не рассматриваем. Индекс S&P 500. Опять-таки на открытии сессии сегодня была достаточно интересная ситуация, по той причине, что S&P 500 протестировал свой достаточно сильный уровень, который находится на отметке 4960 долларов. В прошлом цена от этого значения уже многократно отбивалась. Если текущий уровень действительно устоит, то мы можем увидеть дальнейшую восходящую динамику, что для среднестрочных трейдеров опять даст возможность набрать позиции с новыми целями выше 5200 долларов. По золоту на открытии сессии мы сегодня увидели с вами пробой отметки 2400, с целями с доходом до уровня 2418. Сейчас цена вернулась, продолжает находиться в восходящем треугольнике. Глобально по золоту нет никаких признаков сейчас разворота. Золото достаточно интересный инструмент. Видно, что он находится сейчас в восходящем тренде. Говорить о том, что сейчас на текущей консолидации остались последние покупатели и цена в скором времени начнет разворачиваться, по графику пока не похоже. Есть ожидание, что, скорее всего, цена преодолеет отметку 2400 с целями 2450 и выше. Но сантимент в текущих условиях не дает вам возможность зайти в позиции на покупку, потому что сейчас он составляет примерно 50 на 50. 50% трейдеров в покупках, 50% трейдеров в продажах, поэтому по золоту на текущий момент времени каких-либо сделок лучше избежать. Что касается нефти марки Brent. Нефть марки Brent в последнее время очень сильно зависит от событий, которые происходят у нас с вами на Ближнем Востоке. На открытии торговой сессии мы видели с вами достаточно импульсивную восходящую динамику, цена вернулась в коридор, сейчас продолжается нисходящее движение. Возможно, что на текущий момент времени, если ситуация на Ближнем Востоке начнет постепенно сухать, мы увидим с вами консолидацию и дальнейшее снижение к уровню 84. Но, опять-таки, для трейдеров каких-либо среднесрочных сделок сейчас лучше избегать, потому что все-таки нефть марки Brent продолжает находиться в восходящем тренде, и любое заявление, любое событие на Ближнем Востоке сейчас может существенно повлиять на динамику курса, и, возможно, все-таки цена будет и дальше расти в уровне 92-93. Сейчас нефть более оптимальна для трейдеров, работающих внутри дня, потому что очень высокая волатильность. На небольших таймфреймах периодически появляются интересные точки для входа. Но, опять-таки, сейчас вот именно в данный момент каких-либо точек для входа мы с вами не видим. Поэтому за нефть в течение дня будем наблюдать. Если будут интересные ситуации, я думаю, трейдеры, которые работают внутри дня, это точно увидят. Что касается биткоина. Наиболее интересный инструмент. До халвинга по биткоину остается буквально 18 часов. Сейчас биткоин, мы с вами видим, на открытии торговой сессии торговался достаточно низко, протестировал свой минимум 59600. В прошлом мы видим, что цена от этого уровня уже многократно отбивалась, что произошло и сегодня. Как правило, после халвинга начинается самое интересное движение. И мы также ожидаем, что после халвинга биткоин перерастет в восходящий тренд. В прошлом восходящий тренд, который позволил нам достичь отметки 70 тысяч и выше, начался от уровня 39 тысяч. Для трейдеров, которые торгуют по техническому анализу, есть основания полагать, что именно на вот это движение после халвинга цена и может вырасти. Примерно как раз-таки оно находится в районе 100 тысяч. Что у нас сейчас с вами по графику? Цена отбилась от уровня 59600. Цена, видно, что преодолела свой предыдущий локальный минимум. Возможно, это похоже уже на разворот тренда с дальнейшими целями 72-73 тысячи. Для трейдеров, торгующих внутри дня, опять-таки, по биткоину на выходных будет очень высокая волатильность. Поэтому текущими возможностями, очевидно, надо пользоваться. Наши ожидания, наши прогнозы, что биткоин будет преодолевать свои исторические максимумы. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Уважаемые трейдеры, успешной вам торговли. Торгуйте, зарабатывайте вместе со Markets.